Мужчина выбросил из окна пятилетнюю девочку. Всё произошло сегодня ночью в набережных Челнах. По предварительным данным, в квартире взрослые выпивали. Ребёнок упал в сугроб под окном, и именно это, по мнению медиков, спасло жизнь девочки. Каждый божий день пьянствовали. Каждый божий день орали. По словам соседей, бабушка вместе с молодым сожителем часто устраивает громкие застолья. На замечания соседей не реагирует, просто не открывает дверь. Летом внучка часто у них гостила. Вот и накануне мама девочки привела ребёнка сюда. Присматривать за малышкой должны были бабушка, её друг и прабабушка. Среди ночи соседи увидели девочку, лежащую под окнами. В десятом подъезде слышал, на втором этаже мужик курит, вышел на балкон, увидел. Только что, говорит, вышел, их бабах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Подозревает в жестоком преступлении 34-летнего сожителя бабушки. В настоящий момент установлено, что мать оставила девочку на несколько дней погостить у бабушки. При этом женщина вместе с своим сожителем стала распивать спиртные напитки. По пока не выясненной причине мужчина схватил девочку и выбросил из окна третьего этажа. Он не мог такое сделать. Бабушка оказалась дома. Правда, дверь не открыла, сославшись на отсутствие ключей. Призналась, что сожитель накануне выпил, но на подобное мужчина не способен, утверждает Челнинка. Они игрушки играли, вот фейерер есть же. Он, по-моему, хотел на окошко её просто поднять и уродил, наверное, не удержал, что ли. Тем временем подозреваемый уже во всём сознался. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. А также готовятся материалы для направления в суд с ходатайством следователя об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу. У девочки диагностировали различные повреждения, в том числе и перелом руки. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Чуть не сорвался со высоты рабочий, который чистил снег на крыше баскет-холла. Что было произошедшее, засняли на камеру мобильного телефона случайные очевидцы. Сегодня видео появилось в социальных сетях. К счастью, у человека была страховка, и он вместе с лопатой буквально повис над землёй. Его товарищи пытались помочь, тоже рискуя своими жизнями. Чем всё закончилось, пока неизвестно. Вероятнее всего, мужчину спасли. В доме на улице Назарбаева произошло убийство. Это установили криминалисты, расследуя пожар, который произошёл утром 2 февраля. На пепелище был обнаружен труп мужчины. Эксперты установили, что человека забили до смерти, после чего подожгли. Спустя какое-то время полицейские задержали подозреваемого. Ей оказалась 32-летняя бездомная уроженка города Владимир. В последнее время она проживала в заброшенной квартире. Именно туда, в день преступления, она пригласила своего знакомого, тоже бездомного. Они купили несколько бутылок алкоголя. В какой-то момент гость начал вести себя агрессивно. Угрожая ножом, он совершил её изнасилование, после чего лёг спать. В этот момент женщина подняла с пола металлическую трубу и нанесла ей несколько ударов мужчине по голове. После этого она попыталась скрыть следы преступления. В частности, бросила тряпку на электроплитку и покинула место совершения преступления. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также выясняется личность потерпевшего. По предварительным данным, его зовут Сергей, и в 2015 году он освободился из места лишения свободы. Расследование, главное дело, продолжается. На улице Чайкова водитель большегруза не справился с управлением на скользкой дороге. И в результате протаранил легковую машину, превратив её в металлолом. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за неубранных дорог. Колесо закусило, я по тормозам ударил, меня туда затащило. Потерял контроль над машиной. Водитель самосвала, двигаясь на небольшой скорости, совершил столкновение. Неуправляемая машина на скользкой дороге заехала на бордюр и врезалась в новенькую иномарку. Автомобиль Киа был припаркован вдоль дороги, так как заехать во двор в эти дни просто невозможно. Дорожные условия, он должен был при 25-30, максимум 35 километров, максимум полметра. Что полметра? Тормозной путь. А тут из-за снега занесло, да? Да. Многотонник не только помял всю переднюю часть иномарки, но и затащил её на высокий сугроб. По словам опытных автовладельцев, ремонтировать машину не имеет смысла. К счастью, в момент удара в автомобиле Киа никого не было. Иначе последствия этого происшествия могли бы быть трагичными. На проспекте Победы случилась массовая авария. Там столкнулись пять транспортных средств, среди которых и красный автобус. Несмотря на то, что касания с общественным транспортом не было, водители повреждённых машин заблокировали дорогу автобусу. Почему, расскажет Лейсан Латыпова. Массовая авария произошла на глазах у этого водителя, который управлял белый Киа. Всё происходящее он увидел в зеркале заднего вида. Справа от его машины двигалась красная Киа Рио. На другой полосе автомобиль Ягуар. Последний, чтобы не совершить жёсткого удара с выезжающего. С остановки красного автобуса решает вырулить налево. На заснеженной дороге остановить люксовую машину не получается. И она показательной задевает Киа Рио. Ягуар, видимо, в последний момент заметил. Начал, естественно, уходить от столкновения с автобусом. То есть железо-то больше же. Всё, его, видимо, крутанул. Видимо, у него задний привод всё-таки основной, это ведущий. Его, видимо, крутанул. Он бьёт, соответственно, красную машину. Я ехал по своей полосе. На мою полосу выезжает Ягуар. Я, естественно, и он без поворотника. Я, естественно, даже не успеваю по тормозам. Потому что у нас расстояние-то было, наверное, метра три-четыре. Он, получается, выезжает в мою полосу. Я в него. Он меня свозит. И я в сироту удаляюсь. Зауженная проезжая часть – одна из причин аварии, говорят водители повреждённых машин. Из пяти полос на этом участке дороги остались всего лишь три. Автобусная и крайняя правая полоса завалена снежной кучей. Дорожные службы весь снег с остановки вывозить не стали, а вывалили прямо на проезжую часть. Поэтому водителям автобусов приходится выезжать аж на середину дороги, чтобы объехать в буквальном смысле горы снега. Вот заблокировали, как будто я виноват. В смысле заблокировали? То, что выезжая с остановки, мужчина за рулём общественного транспорта не убедился в безопасности манёвра и создал аварийную ситуацию, водитель не признал. Я ехал, машина стояла, я притормозил, на выход не было. Я как ехал, так и ехал. А тут сбоку я не видел их. Причина погодных условий в первую очередь. Вторая – это невнимательность, скажем так, водителями. Это в первую очередь там и водитель автобуса, и, соответственно, Ягуара следующий, который, в принципе, по большому счёту. Он мог спокойно въехать, конечно, в автобусы, но это был совсем другой кондитерин. Он бы весь развалился. В результате аварии на этом участке дороги образовался затор. Чтобы проехать по единственной оставшейся свободной полосе, водителям пришлось выстоять огромную очередь. На улице Гвардейская водитель, управлявшего автомобилем Кеа, занесло на заснеженной дороге. В результате машина стала неуправляемой и на скорости врезалась в припаркованную вдоль дороги «Газель». Чтобы не произошло короткого загмыкания, водитель легковой машины снял аккумулятор, поскольку от удара он треснул. Люди в аварии не пострадали. «Лада» 13-й модели на полном ходу врезалась в «Матис». Авария произошла сегодня днём на пересечении улиц Восхода-Восстание. В результате сильного удара малолетражка оказалась в сугробе. Оба водителя утверждали, что двигались в соответствии со всеми правилами дорожного движения. Он говорит, что там едет, бабай. По словам водителя «Матиза», в первые минуты после столкновения между ним и вторым участником ДТП едва не произошёл конфликт. Однако эмоции довольно быстро утихли, и мужчины начали разбираться. Кто же выехал на запрещающий сигнал светофора? «Въехал вот в сторону Восстания, пересекая перекресток. Въехал я на зелёный свет. То есть за 14-й завершал движение. 14-й было передо мной. И вот пенсионер на «Матизе». То есть выехал резко». Автомобиль «Лада» 13-й модели двигался по улице Восстания. И, как утверждает водитель, он пересекал перекрёсток на разрешающий сигнал светофора. Впрочем, о зелёном свете говорит и мужчина, сидевший за рулём «Матиза», который двигался по улице Восход. После столкновения молодитражка отлетела в сугроб. «У меня ноги болят. У меня сейчас машина нужна постоянно. Я болею туда, путёк ударил. И вот такая первая, да? Кошмар. Не, у меня остальные машины стояли. И здесь стояли, и там стояли. А он неся прям буквально по той стороне, по крайней стороне летел. На середине он же меня ударил, но остальные же они не с края где-то». Несмотря на серьёзные повреждения обоих автомобилей, в аварии никто не пострадал. В машинах не установлены видеорегистраторы. А это означает, что разбираться в том, кто прав в этой ситуации, предстоит сотрудникам ГИБДД. Субтитры создавал DimaTorzok